Земледелец Зиядбек Абдрахманов не стал дожидаться весны и уже приступил к посевным работам. Он со своей семьёй планирует в этом году вырастить картофель на участке в 30 соток. Дело рискованное, ведь сейчас только февраль, и всё посаженное попросту может замёрзнуть. Но не у Зиядбека. Обычно мы начинали сеять картофель в конце февраля, но в этом году решили раньше, так как погода стоит тёплая. Здесь важно не потерять время. Кто-то начал эту кампанию даже раньше меня. Главное, не какой сезон, а регулярный полив и качественные удобрения. Тогда и урожай будет хороший. А чтобы посадка не замёрзла, грядки покроем полиэтиленовым материалом. Ранний посев не всегда приносит хороший урожай. Всё зависит от правильного ухода. Тем не менее, земледельцы стараются заблаговременно посадить клубнеплод, чтобы не опоздать ко второму посеву. После сбора картофеля, где-то в середине мая, фермеры приступят к высадке хлопчатников. Между саженцами картофеля оставляем по 20 сантиметров. Для посева обычно используются мелкие плоды. Если попадаются крупные, мы его делим. Чем раньше начинаем работу, тем лучше для нас самих. В этом году в Араванском районе картофель будут выращивать почти на 2000 гектарах земли. Однако, это не единственная сельхозкультура местности. На данный момент крестьяне подводят воду к полям и готовят семена различных видов растений. В Нурабадском, Чекабадском и Юсуповском аильных округах уже начались полевые работы. На сегодняшний день где-то 10-15% земледельцев уже приступили к своим обязанностям. Араванский район стал первым, где начались полевые работы и посевы. Здесь за последнюю неделю уже посадили более одного гектара картофеля. Такая ранняя рассада была осуществлена и в 2015 году. Тогда земледельцы собрали добрый урожай. Редактор субтитров А.Семкин